ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На. Блин, Москва испортилась. Пойти некуда. Две недели ни одного клуба не открывается. Здрасте. В Лондоне я была на прошлых выходных, а там движуха. Сейчас, секунду. Алло? Привет. Когда? Да ладно. Слушай-ка, ну, не, я просто сейчас в школе. Мне же хотя бы домой переодеться. Да? Ну ладно, давай. Сейчас запишу. Давай, дед ты. Угу. Хорошо, давай. Давай, через час буду. Сейчас будет весело. Эй! Я перезвоню. Слышь, поди сюда. У меня сигареты закончились. Сходи за углом, он там сбегай. Анжелика Геннадьевна, вы же знаете, что я больше, чем на 10 метров не могу от вас отходить. Давайте я позвоню водителю, и он привезет сигарету. Слушай, если через пять минут не будет сигарет, я скажу папе, что ты пялился на мою задницу. Он тебя вышвырнет, понял? Все, бегом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А? Проходите, садитесь. Вчера прямо из школы исчезла 15-летняя дочь Геннадия Борзенкова, Анжелика. Борзенкова из правительства? Да. Милиция прокуратуры уже сутки ставят на ушах. Все выезды из Москвы перекрыты. А требования о выкупе уже выдвигали? Пока нет. Министерство решило подключить нас. Так что ребята уже работают по этому делу. Когда я вернулся, ее уже не было. Я сразу сообщил по инстанциям. А курила она одна? Я никого подозрительного не видел. Она вообще никуда одна не ходит без свиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо найти, с кем Анжелика курила на перемене. Ну, возможно, не одна. Да. Вы хотите без протокола? Да. Анжелика – настоящая стерва. Маленькая развращенная дрянь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Рита, одноклассница Анжелики, рассказала, что они действительно курили на лестнице во время третьей перемены. По словам Риты, Анжелике кто-то позвонил. Она отослала охранника за сигаретами, а сама сбежала через черный ход. А почему Рита раньше молчала? А потому что раньше Риту об этом никто не спрашивал. Вот видишь, телефонный звонок. Вы думаете, что за сутки его не пробили? Всю Москву перевернули, про телефон забыли? Ну, одноклассницу не допросили. Сейчас проверим. Так. Третья перемена началась в 10.30, закончилась в 10.45. Ну да, охранник в 10.40 бегал за сигаретами. Но в это время Анжелике никто не звонил. Последний звонок был от матери в 9 часов. После этого Анжелика выключила телефон и больше его не включала. Так что, Лита врет про звонок? А может, у нее был другой телефон? А что? Очень удобно. Ее вон как контролировали. Никакой личной жизни. Я бы себе точно второй завела. Ну, подруга бы увидела, что это другой телефон. А может, это был не другой. Ну, то есть другой в смысле номера. А модель та же. И заряжать удобно одной зарядкой. Поэтому она носила их в сумке и никогда не доставала одновременно. Чтобы не запалили. Боя в Лондоне была на прошлых выходных там. Там, короче, вообще просто движуха, реально. Вообще. Сейчас, секунду. Операторы прислали все звонки с 10.30 до 10.45 с базовых станций возле школы. Так, и что? Ну, почти все звонки ученикам, преподавателям, жителям окрестных домов. Почти? Один телефон неавторизованный. На него за последние полгода звонили 15 раз. И все с одного номера. Второй телефон Анжелики? Я сравнила локализацию неавторизованного телефона с локализацией основного телефона Анжелики. Оба телефона всегда находились в одной и той же соте. Таких совпадений не бывает. Это ее телефон. Кто звонил? Привет, это Шустав. Анжелике звонила некая Ванда Золотова. Фотограф и хозяйка фотостудии. Имени себя. Телефон выключен. Давай записывай адрес. Золотовой дома нет. Ее домработница говорит, что не видела хозяйку уже неделю. Да, Золотова и раньше уезжала, никого не предупредив, поэтому в этот раз ее никто и не искал. Ноутбука в доме нет. В студии Ванда с прошлого месяца не появлялась? Да. Ну, пару раз звонила. Сказала, что уезжает. Да. Ну, извините. Мне принесли фотографии нашей пропавшей. Анжелика у Ванды делала себе портфолио. Ну, вы знаете, некоторые фотографии даже ничего. Ну, вы знаете, что уезжает, что уезжает, что уезжает, что уезжает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оксана, возраст этой фотографии от полугода до года. И, судя по химической реакции, печатали ее не менее пяти-шести месяцев назад. Ну, правильно. Примерно полгода назад у Анжелики появился второй телефон, по которому Ванда ей звонила. И еще надо немедленно разослать всем постам ориентировки на Ванду Золотову. И пусть пограничники проверят, не покидала ли она страну. Ванда отключила телефон неделю назад. С тех пор она включалась пять раз. И все время из разных районов. Кому она звонила? Ну, каждый раз новым абонентом. Это они? Угу. Все девушки иногородние, но телефоны у них московские. А что это значит? А это значит, что они живут в Москве. Ну, или снимают квартиры. И самое интересное то, что все телефоны находятся вне зоны доступа. Что ты хочешь сказать? А то, что, скорее всего, пропала не одна Анжелика. Через родителей милиция нашла московские адреса девушек. Все исчезли в течение недели. А есть что-то общее? Ничего нет. Одна студентка, другая стюардесса, третья секретарь. Они даже знакомы не были. Все пять девушек делали фотографии в студии Ванды. Шесть. Шесть девушек. Судя по всему, Анжелика Борзенкова номер шесть. В общем, ясно одно. Надо искать Ванду Золотову. Найдем Ванду, найдем и девушек. Так что завтра с утра занимаемся контактами Ванды. Доброе утро. Привет. Ну что, какие новости? Ванда чаще всего общалась с Алексеем Осташковым. Именно он звонил ей последним, перед тем, как она пропала. Звонил из своего офиса. А где он работает? Он исполнительный директор сети фитнес-клубов «Золотое сечение». О, я знаю эту сеть. Там в бассейнах морская вода. Но там вроде был другой владелец. Основной владелец там Григорий Гусев. А Осташков владеет десятью процентами. Скажите, Осташков, что вас связывает с Вандой Золотовой? Она в наш клуб ходила. Ходила? Да. Что сейчас не ходит? Не, она ходит, конечно. Но только теперь это не наш клуб. Мы всю сеть продали. Так значит, просто знакомые. Да, я же сказал. Помещение фотостудии Ванды фактически принадлежит вам. Это что, просто знакомые? Нет, ну есть у нас с ней бизнес-отношения. Назовем это так. Я ей сдаю свое помещение, она платит. В чем проблема-то? Вы когда с Вандой последний раз общались? Ох, ну недели три назад. Сколько? Ну, может быть, месяц, я не знаю. Что, собственно, случилось? Меня дела ждут. Да, Галина Николаевна? Есть. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что случилось? Вы можете рассказать-то? Золотова пропала, а мы ее ищем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он был у меня почти в руках. Я бы его этим звонком припер бы. Наверху решили его отпустить. А смысл в чем? Ну, потому что они считают, что если Асташкова не спугнуть, он не узнает, что под колпаком и приведет к девушкам. А если он лежит на дно или вообще сбежит? За ним наружка. На пиджак радио маячок с микрофоном повесили. Не спрячется. Галина Калавна, всех знакомых Ванды можно разделить на три группы. Первая это редакторы, фотографы, издатели, ну и прочий гламур. Ну, она же модный фотограф. Ну, да. Вторая это девушки-модели, но тут счет идет на сотни. Надо будет их всех срочно обзвонить, может быть, еще кто-то пропал. Всех? Ну, хорошо. И третья группа это чиновники и предприниматели. Может быть, заказчики? Может быть. Так, включился телефон Ванды. Она кому-то звонит. Вывожу звук. Алло, привет. Ты где? Я в Италии. Завтра утром возвращаюсь в Москву. Завтра в семь часов вечера в том же месте. Сможешь? Конечно. До завтра. Черт. Отключилась. Так, звонила она откуда-то в районе Тверской. А кому? Сейчас узнаем. Так, Марина Потапова, 19 лет, враженка города Плинишма. Телефон московский. И, судя по включенному роумингу, она действительно в Италии. Так, нам нужна вся информация на нее. И выясни, каким рейсом она завтра прилетает из Италии. Хорошо. Звонок ее записался? Ну, конечно. Звонила точно Золотова. Голос совпадает с ее голосом на презентации фотостудии. Марина Потапова. Снимает квартиру в центре. Ездит по миру. Так, визы. Нигде не работает и не учится. Ну, ясно. Скорее всего, она чья-то подружка. Иными словами, содержанка. Отсюда и золотая кредитная карточка, и поездки за границу. Галина Николаевна, нарушка сообщает. Осташков после нас поехал на переговорный пункт, и оттуда позвонил в город Добинск на мобильный телефон некого Федюшина Егора. Вот. А весь разговор был записан через жучок на пиджаке. Вот, спасибо. Это я. Наша ситуация чуть-чуть усложнилась. Не знаю. Но будь очень осторожен. Лучше вообще исчезни на некоторое время. Мне не звони. Все. Федюшин Егор Карлович, зам главного врача в Добинском кожбендиспансере, по базам не проходит. Осташков много раз ему звонил. Но почему из переговорного пункта? И причем сразу после допроса. А что это за Добинск? Это райцентр. Осташков оттуда родом. Они с Гусевым открыли там очередной фитнес-клуб. Надо поговорить с этим Федюшином. Да и рановато мы Осташкова отпустили. Я же говорила. Егор Карлович сказал, что его сегодня не будет. У нас есть орден на обыск. Врач Федюшин телефон отключил. Домой не возвращался. Надо брать Осташкова Галина Николаевна. Звоните. Слушаю, товарищ генерал. Поняла, товарищ генерал. Накаркала. Они упустили Осташкова. Он, видимо, заметил слежку, снял пиджак с зучком в кафе и сбежал. Вот гады, а. Где теперь кого искать? У нас ничего нет. У нас ни одной улики. Ничего. Держи себя в руках. У нас еще есть это, из Милана. Галина Николаевна, я проверил все документы по бизнесу Осташкова. Да все чисто. Все фитнес-клубы проданы более крупным сетям в Петербурге. А по словам сотрудников, основной владелец, это Григорий Гусев, не очень-то хотел продавать свой бизнес. А совсем недавно свою точку зрения изменил. Да нет, Осташков, наоборот, был за сделку. Но с количеством своих акций он Гусева уговорить не смог. Да. А где сейчас Гусев? Григорий Валентинович после подписания всех документов уехал отдыхать в Подмосковье. Если что, просил звонить на мобильный. Куда уехал? Господин Гусев, здравствуйте, это полковник Рогозинов С. Если вы не против, то наш сотрудник подъедет к вам в профилакторию? Ко мне? Интересно, а какие вопросы могут быть ко мне? Ага. А вы знаете, я сейчас в Москву как раз еду и сам к вам заскочу. Это нормально? Вот, товарищ майор, искал Осташков. Федюшин Егор Карлович. Город Добинск, улица Ленина. Егор Карлович, дорогой вы мой человек, вы себе даже не представляете, как я рад вас видеть. Мы сейчас с вами проедем к нам в федеральную экспертную службу. Нам о многом надо поговорить. А то мы вас ищем, ищем. С ног сбились, а вы сами к нам в гости пришли. Как погода в Добинск? А, ну, пойдемте. Вот, собственно, и все. Осташков он вообще мутный. После сделки нас с ним ничего не связывает. Где он и чем занимается, я не знаю. И последнее. Вам известна некая Ванда Золотова? Год назад Ванда занималась нашей рекламой. Она очень хороший фотограф. А что случилось? Ванда пропала. Мы ее ищем. Я вас еще раз спрашиваю, Федюшин, вы зачем приезжали к Осташкову? Так мы же друзья. Приехал в гости. Я же ничего плохого не сделал. А может, вы приезжали из-за вчерашнего телефонного звонка? Я вчера ничего не понял. Приехал выяснить, а тут вы меня арестовали. Отпустите меня. Пожалуйста. Одного отпустили. Что? Что? Ничего. Вы задержаны на 48 часов. Что делаешь? Что, что? Ищу сбежавшего Осташкова. У него куча знакомых и вообще. Начни с последних звонков по нашему делу. Последний звонок был сделан Федюшину вчера. А до этого он 9 дней назад звонил Ванде с работы. А что это? Ну что это? Счет за гостиницу. Он ездил в Питер в командировку. Вот это что? Ты даты смотрел? Что даты? Ну, убыл, прибыл, там неделя жил. Ну что? Осташков приехал из Питера 6 дней назад. Так что 9 дней назад звонить Ванде из офиса он точно не смог. А кто тогда звонил? Ну, вообще, говорили, что Осташкова один кабинет с Гусевым. Гусев. Точно, Гусев. Гусев отключил телефон. Может, возьмем на отдыхе в профилакторию? Я звонила в профилакторию. Там сказали, что Гусев оплатил двухнедельный курс лечения. Неделю назад заехал в палату, но сразу же исчез. Он даже анализы не сдал. Так, ну что ж. Только что в Шереметьево сел самолет из Милана. К нам везут Марину Потапову. Может быть, она что-то расскажет. Да ладно. Вы шутите. Я что, на клоуна похожа? Я тебе еще раз повторяю. Все девушки, которым звонила Ванда, они исчезли. Последнюю из них ищут. Тебя, когда из аэропорта везли, ты что, не обратила внимания? По всем дорогам посты это ее ищут. Да что случилось? Четвертый раз за сегодня останавливали. Машину к осмотру. Показывай, что везет. А ты можешь идти. Тебя, как ее, искать не будут. Ты же очень торопишься. У тебя сегодня встреча в семь вечера с Вандой. Ну, можешь идти вперед с катертью дорога. Не трогай меня. Знаешь, сколько она стоит? Ванда не только фотограф. Она, у нее кличка золотая рыбка. Она желание исполняет. Она сутенерша. Особая сутенерша. У нее клиенты с экзотическими запросами. Кто-то несовершеннолетних любит. Кто-то незащищенный секс. Кто-то стюардесс. Или учительница. Только все по чесноку. Настоящая учительница с реальными тетрадками. Для Ванды нет ничего невозможного. Только вопрос цены. Где все это происходит? Ванда снимает квартиры в центре. Периодически меняет. А девушки откуда? Ну, с ними-то проблем нет. Ванда сразу вычисляет, кому нужны деньги. А некоторым даже по кайфу такие развлечения. Бред какой-то. Что случилось? Да я решил пробить звонки Гусева за последние дни. Это который из профилактории сбежал? Ну да, и от нас тоже. Получается, странная картина. Дома его не было неделю. Мы проверяли. И в профилактории его не было. Ну, а что странного-то? Посмотри, все звонки с его сотового слились с базовой станции, которая расположена рядом с профилакторией. Ну, на суде я ничего не скажу. Хорошо, хорошо. Вы посмотрите внимательно. Кого узнаете? Вот этот был. Только он не клиент. У него какие-то терки с Вандой были. Вот этот, вот этот. А вот ты этого узнаешь? Не уверена. Посмотрите, пожалуйста, видеозапись. Да, точно. Это тоже клиент Ванды. Да, что у тебя? Ты нас заинтриговал. А вот, посмотрите. При встрече с Гусевым у Федюшина резко расширили зрачки. Вижу. Ну, стопроцентно утверждать не могу. Но, вероятнее всего, Федюшин знает Гусева. Более того, он испугался. Вот и задумайтесь, Федюшин. Шесть девушек пропало, пропало. Друзья ваши в бегах, в бегах. Отвечать вам придется. Поняли? Какие еще девушки? Я об этом ничего не знаю. А Сташков приезжал месяц тому назад и сказал, что у него сложности с партнером. Бизнес не мог продать. Про девушек я ничего. Ну, а тут эти, из Питера. Со своим предложением. Давайте, типа, давайте мы вас купим. Все глупы сразу. Прикинь? Это за такую цену и по нынешним временам. А Гусев перся, не продам и все. Мне этот его фанатизм вот-то сидит. С его финансовой политикой мы скоро в трубу вылетим. Ну, а я-то чем могу помочь? Я простой доктор. Так вот, как раз ты и можешь. Слушай, я все придумал. Я устрою все так, что Гусь придет в твой диспансер анонимно сдавать кровь на анализ. Ты должен будешь подменить результат. Леха. Ты пишешь, что у него положительная реакция на ВИЧ. Да ты в своем уме? Это ж подсудное дело. Не парься, я все продумал. Он за результатом сюда не придет, он по телефону позвонит. Бумаги уничтожишь, никаких следов не останется. А когда Гусь будет в шоке, я уломаю его бизнес продать. Ну, а потом как-нибудь разрулим ситуацию. Типа бардак по бумагам, лаборатория ошибка. Нет, Леха, нет, я на это не пойду. Я на это не пойду. Меня с работы выпрут. Мне еще пять лет ипотеку выплачивать за квартиру. Значит так, если дело выгорит, я твою ипотеку закрою. Сколько там осталось? Тысяч семь? Восемь? Все так и сделали. А вчера Осташков позвонил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Это я. Наша ситуация чуть-чуть усложнилась. Блин. Я так и знал, что ты меня в какое-нибудь дерьмо втянешь. Что случилось? Не знаю. Но будь очень осторожен. А лучше вообще исчезни на некоторое время. Мне не звони. И Федюшин рванул в Москву. Уверяет, что хотел вернуть Осташкову деньги и рассказать бедному Гусеву об обмане. Давайте с самого начала. Осташков устраивает знакомство своего партнера Гусева с Вандой. Гусев становится ее секс-клиентом. А две недели назад Осташков устраивает шоу. Это точно. Перепроверяли? Ну, только этого не хватало. Так, все. Сейчас не могу говорить. Я потом перезвоню. Давай. Что случилось? Да нет, все нормально. Да ладно. Я же вижу, но тебе и лица нет. Сейчас у тебя его не будет. У двух Вандиных девок спид нашли. Неизлечимая стадия. Одна лежит в больнице без сознания. Горят все кранты. Горят все кранты. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что теперь делать? Ну что, завещание пиши. Я жучу, конечно. Но надо проверяться. Срочно. Позвоню в поликлинику. Куда? Меня там каждый месяц разнает. С ума сошел. Ты что, идиот? Я, например, всегда анонимно проверяюсь. Сейчас в любой деревне при виндиспансере есть анонимные кабинеты. Сдаешь кровь, звонишь, узнаешь результат. Да. Да. Расчет Осташкова был прост. Гусев на следующий день должен был уехать в Добинск. А там всего один венерический диспансер. В котором и работает Федюшин. Совершенно верно. Гусев сдал кровь и стал ждать. Егор Гарлович, пациенту 1570 звонит. Да. Вы просили на вас звонок переключить. Да, да, соедините, пожалуйста. Здравствуйте. Я сдавал у вас анализы и хотел бы узнать результаты. Мой номер 1570. Да, да. Вы знаете, возможно, это ошибка, но тесты показали положительную реакцию на ВИЧ. Вы только не волнуйтесь, вам нужно пройти повторный анализ. Скорее всего, это ошибка. Скажите, а какова вероятность ошибки? Вы понимаете, тут еще вот в чем дело. В вашем образце вирус развивается очень быстро. Похоже на малыш там. Вы должны как можно быстрее пройти. У нас повторный тест. Счет идет на дни. Я занят. Потом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, ты еще в Питере? Как там наши партнеры не передумали? Я принял решение. Продаем. Да, но у меня одно условие. Все деньги сразу на этой неделе. Ложь от Сташкова про больных проституток сработала. Я думаю, что Гусев даже повторно кровь не пошел сдавать. Вы думаете, это он мстит Ванде девушкам? Он же не маньяк. А я думаю, все сложнее. Свидетели убирает. Ведь если информация о его болезни всплывет, он не сможет выгодно продать клубы. Логично. Но и месть я бы не стала сбрасывать со счетов. Возможно. Он знает, что и так скоро умрет. Почему бы виновных в его болезни с собой не прихватить? Скорее всего, он похитил Ванду и неделю держал в заложниках. Вывозил ее в разные части города, чтобы не запеленговали. И заставлял вызывать девушек на работу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, привет. Это я. Завтра в семь вечера по прежнему адресу сможешь? Конечно. До завтра. Девушек он похищал и убивал. Но среди них оказалась Анжелика. Ее стали искать. Давай, через час буду. Пока. Все будет весело. Эй. Слышь, пойду сюда. У меня сигареты закончились. Сходи за углом, он там сбегай. Прямо из школы исчезла 15-летняя дочь Геннадия Бразенкова, Анжелика. По словам Риты, Анжелике кто-то позвонил. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завтра в семь часов вечера в том же месте. Ну, что случилось? Вы можете рассказать-то? Золотова пропала, а мы ее ищем. Она желание исполняет. Год назад Ванда занималась нашей рекламой. Напишет, что у него положительная реакция на юзу. Не понимаю. Гусева в профилактории не было. А все звонки шли через местную телефонную станцию. Слушай, я поняла. Он был не в профилактории. Он был рядом с профилакторием. Там же есть какой-нибудь поселок, попадающий в зону действия этой вышки. Да. И Гусев там снимает дом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Галина Николаевна, нашли мы дом. Он здесь один сдается. Здесь веревка с наручниками. Однозначно кого-то держали. Ну и пальчики потожировые. Все это к вам пришлю. Не успели мы. Упорхнула птичка. Может, Лисицыну больше повезет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Костя! Очень страшно было. Верю. Да, Галина Николаевна? Ну что, операция прошла успешно? Все? Ясно. А ну-ка, постойте! Нашли Ванду Золотова и шестерых девушек, которых ты в овраге закопал, мразь, возле дома, который снимал. Девушек, эти шлюхи, отбросы общества. А Ванда, она сама виновата. Ее давно нужно было прикончить. Тебе дадут пожизненно, идиот. Хотя это слишком гуманное наказание. Знаешь, а я не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. Мое пожизненное будет очень недолгим. Из-за этих мразей езжить осталось совсем чуть-чуть. Ну, насчет диагноза можешь не беспокоиться. Твой диагноз – чистая разводка. Ты абсолютно здоров. Это Асташков подкупил врача, чтобы ты бизнес продал. Мы его час назад взяли, он уже дает показания. Понял? Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова